Горячая линия. Горячая линия. Автор, 5 февраля 2015 года, 19.39. Уважаемые читатели. Вопросы, касающиеся ваших служебных или социальных интересов, присылайте письмом по адресу 1-2-3-0-0-7 Москва, Хорошевское шоссе, Д. 38, редакция газеты «Красная звезда» или по электронной почте адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен для просмотра с пометкой «Горячая линия». На ваше обращение ответят представители руководства Министерства обороны России, а также другие компетентные эксперты, способные дать квалифицированный комментарий по той или иной проблеме. Поступил? Прими поздравление и проездной Вопрос. Собираемся в этом году поступать в Тверское и Суворовское военное училище? Экзамены. Скорее всего, будем сдавать выездной комиссии. В прошлом году был именно такой порядок. Интересно, если сын поступит, как ему добираться на учебу в Тверь? Оэ Налферова, мама будущего Суворовца, Ростовская область, отвечает руководитель Департамента транспортного обеспечения Минобороны России Игорь Рлипин, в соответствии с порядком приемов Суворовские военные, Нахимовские военно-морские училища и Кадетские, морские Кадетские, корпуса Министерства обороны Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны РФ от 24 марта 2010 года номер 265, извещение о зачислении и кандидата в училище, Кадетский корпус, за подписью председателя приемной комиссии данного учебного заведения направляется родителям, законным представителям, зачисленного кандидата с указанием даты его прибытия в училище, Кадетский корпус. В этом же приказе оговорено, что воинские перевозочные документы для проезда в учебное заведение зачисленного кандидата выдаются его родителям, законным представителям, в военном комиссариате по месту На основании полученного ими извещения о зачислении Так что отправиться на учебу в Тверь ваш сын, Ольга Николаевна, сможет за счет государства Не на все случаи жизни Вопрос Увольняюсь с военной службы по контракту в связи с признанием меня военно-врачебной комиссии негодным к военной службе Положена ли мне страховка? Сержант А. Н. Ц. Отвечает директор Департамента экономического анализа и прогнозирования Министерства обороны РФ Алексей Каульбарс Жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации подлежат обязательному государственному страхованию В соответствии федеральным законам от 28 марта 1998 года Н. 52 ФЗ об обязательном государственном страховании жизни и здоровье военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы Лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы В то же время отметим, что ст. 4 указанного ФЗ определено, что одним из страховых случаев является увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву В связи с признанием его военно-врачебной комиссии негодным к военной службе или ограниченно годным вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов Принимая во внимание норму закона, а также то, что вы проходили военную службу не по призыву, а по контракту, законных оснований для выплаты вам страховой суммы не имеется Справка в системе Министерства обороны России действует 23 учреждения среднего общего образования В их числе 8 суворовских военных училищ, 5 кадетских корпусов, 7 президентских кадетских училищ, 1 военно-музыкальное училище и 2 нахимовских военно-морских училища Прочитано 20 раз